Дааа, с играми сейчас туговато. Здравствуйте дорогие друзья, наступил традиционный весенне-летний застой. Разработчики готовятся не только к осенней выкатке проектов, но и к летним отпускам. Я для вас подобрал несколько по-настоящему интересных игрушек, а также кучу увлекательных казуалок, головоломок и пазлов, с которыми время пролетит незаметно и что самое главное, с пользой для серого вещества. Устраивайтесь поудобнее. Свершая покупки через интернет, обязательно пользуйтесь кэшбэком. Благодаря надежному и проверенному сервису Мегабонус вы сможете возвращать до 40% от стоимости покупки. Работает он более чем в 300 магазинах. Разумеется, присутствует удобное расширение для браузера, которое позволяет даже отслеживать посылки. Устанавливается оно в один клик. Вывести деньги можно любым удобным способом. В качестве разнаграждения Мегабонус дарит до 50% от кэшбэка приглашенных друзей. При этом у друзей кэшбэк не уменьшается. Нужную ссылку я оставил в описании. Я просто обожаю русский бильярд. Но не всегда есть время выбраться на 2-3 часа в клуб, поэтому приходится заниматься карманным вариантом. Ну, не тем, о котором вы подумали. Русский бильярд игра далеко не новая, но со свежим апдейтом много чего изменилось. Появилась качественная 3D, наконец-то добавили ума компьютерному болванчику. Хотя его уровень IQ до сих пор можно подвергнуть сомнению. Хочется и еще похардкорнее. Добавили большой стол, да и проработали удар по битку с разным закручиванием шара. Последний момент стал вообще реалистичным. Готовьтесь к тому, что нереальное подкручивание сделать уже не получится. Все серьезно. Чем мне нравится эта игра? Она бесплатная, можно играть с компьютером в офлайне, есть свободные партии без оппонентов, а также огромное количество реальных любителей бильярда, готовых надрать вам пятую точку на столах с разными виртуальными ставками. Что хотелось бы увидеть? Возможность тренировки отдельных ударов, то есть расставлять шары на столе в произвольном порядке, более продвинутый интеллект у компьютера и самое главное, чтобы можно было играть в онлайне сугубо в хардкорном трехмерном режиме, то есть без читерского вида сверху, когда можно поставить линейку и божить. В остальном все круто, игра бесплатная и с ненавязчивой рекламой. Killer Puzzle Редкий, но не новый жанр в мире мобильной индустрии. Навскидку тот же Hitman Go является его ярким представителем. Ну, конечно, не таким ярким и кровавым, как Пятница 13. Игрушкой является пазл-интерпретация для мобильных устройств, сурвайвл хоррора для консолей и ПК. Конечно, хотелось бы полноценный порт, но, видимо, разработчики даже не подозревают, что топовые смартфоны способны раскачать многие сложные проекты. Либо решили неплохо заработать, срубив бабла на более простой игрушке. И, скорее, второй пункт. Изначально доступна первая локация с несколькими уровнями для затравки, а остальные приобретаются за внутриигровые покупки. Если решитесь покупать, то берите сразу все уровни. Дешевле выйдет. Кстати, сама затравка получилась довольно слабенькая. Стартовые задачки чрезмерно простые, и для людей незнакомых серий все эти сцены могут показаться излишне вычурными и даже странными. Зато со второго эпизода уже реально приходится думать. И затягивает миссия Джейсона нешуточно. На данный момент доступно 100 уровней на протяжении 8 эпизодов. Новые уже готовятся и будут доступны, разумеется, за ваши денежки. Даже за скины разработчики сдирают кэш. В остальном претензий нет. Но разве что история Джейсона, его мамки и всего пионерлагеря могли бы преподнести поинтереснее. Любителям поразмыслить маст хэв. Расчлененка получилась скорее юмористическая. По-другому это никак нельзя назвать. Так что 7 Джейсонов из 10. Дальше игрушка на внимательность, логику, математику и прочее важное качество настоящего детектива. Несмотря на всю простоту отрисовки двухмерных локаций игры 100 дверей, количество хардкорных уровней просто зашкаливает. Иногда ответ можно найти простым свайпом. И диву даешься, что не додумался этого сделать раньше, хотя уже потратил 15 минут. Подсказок нет. Уровень можно пропустить, посмотрев полуминутный рекламный ролик. При игре в онлайне есть ненавязчивая баннерная реклама. Зато никаких встроенных покупок нет. Игрушка абсолютно бесплатная. А если возникла сложная задача, которую вы не смогли решить, на помощь придет официальное сообщество игры, доступное во всех популярных социальных сетях. Графика и анимация звезд с неба не хватает, хотя и выполнена в высоком разрешении и оптимизирована даже под десятку. А на эти моменты обязательно нужно обратить внимание разработчикам. Но играть интересно. Сложно остановиться, особенно когда перед тобой еще десяток нерешенных задачек. Мифологическое приключение мира The Moose Man поначалу мне показалось очень странным. Даже название игры чрезмерно странное. Человека лось. Но огромное количество положительных комментариев просто не дало мне плюнуть и забросить проект. Оказывается, игровое общество, а я являюсь его ярким представителем, уже отвыкло от по-настоящему уникальных историй. Параллельные миры, между которыми нужно постоянно переключаться. Интересные динамичные загадки. Запрятанные артефакты. Подача глубоко проработанного материала. И что самое главное, атмосферность. Вот основные преимущества The Moose Man. Это игрушка, в которую нужно реально вчитываться, вслушиваться и погружаться. Больше сказать нечего. Нужно играть, тем более в App Store доступен своеобразный Триал, демо-версия с начальными локациями. Так что попробовать стоит однозначно. За полную версию разработчики попросят 2 доллара. А дальше каждый решит для себя сам. Приобретать или ну его нафиг. Вычислять правильные последовательности будем в головоломке Hexa Brain. Есть два режима. В первом необходимо грамотно расположить все шестиугольники на поле. Во втором закрасить все фигуры. А сложность заключается в том, что смежные цвета инвертируются. Каждый режим представляют 3 мира по 5 уровней. Некоторые проходят заиграюще. А над некоторыми придется поразмыслить. Денежка потребуется только в том случае, если понадобится получить дополнительную подсказку. Или открыть сразу все локации. А так Hexa Brain можно пройти полностью не вкладывая реальных средств. Получилось интересно и затягивающе. Эта аркада поначалу не должна была войти в нашу подборку ввиду своего чертовски неудобного управления. Но позже, когда вкуриваешь все тонкости и привыкаешь, смотришь на проект по-другому. В каждом уровне за ограниченное количество времени необходимо довести кубик до финиша. По пути будет встречаться куча препятствий и даже вражеских геометрических фигур. Игрушка по сути однопальцевая, но этим пальцам нужно постоянно выписывать такие вещи, что главное размяться перед началом игры, а то долго будете объяснять хирургу куда вы его засовывали. Разработчики выпустили аж 150 уровней и еще 50 на подходе. Разнообразный геймплей подстегивается тем, что задание нужно выполнять за минимальное время, дабы заработать все три звезды. Звезды необходимы для разблокировки последующих уровней. Но главным сдерживающим фактором станет энергия. Всего вы можете провести на локациях не более 4 минут. Дальше придется либо закрывать игрушку и ждать, либо смотреть рекламу или совершать покупку. Как вариант перемотать время на настройках, но лучше всего реально отдохнуть. Математическая головоломка Make 10, отдаленно напоминающая помесь судоку, тетриса и наверняка позабытую многими 2048 предоставляет неплохое такое поле для разминки мозга и внимательности во время перерыва. На поле необходимо расставлять фигуры с цветами, да так, чтобы их сумма на горизонтальных или вертикальных полях равнялась 10. Только тогда произойдет уничтожение линии. При переборе линия заблокируется и придется в сложной обстановке пытаться исправить ситуацию. По другой оси абсцисс или ординат. Игра однообразна, не имеет дополнительных режимов, хотя можно было бы добавить уровни больше по размеру и с какими-нибудь преградами. Ну это разработчикам на заметку. Есть ненавязчивая реклама, как плата за нулевой ценник. В целом проект интересный, однозначно полезный, но к сожалению однообразный. В Google Play, да и в App Store есть еще куча аналогов. Просто вбейте в строке поиска Make 10. Это, пожалуй, лучший судоку, что я видел. Приятный интерфейс, медитативная музыка, 5 уровней сложности и просто колоссальное количество настроек, связанных с процессом игры. Это я про всякие облегчалочки. Реклама есть, но отображается она только при активном интернет-соединении. Мне не очень понравился только единственный момент. Одна ячейка для сейвов. То есть, если вы не доиграли на Эксперте, то при начале игры на трудном режиме сохранение на другом уровне сложности удалится. Но разве нельзя было сделать возможность хранить сейвы как минимум по одному на каждый уровень сложности? А лучше вообще с возможностью присвоить имя того, кто играл, чтобы можно было возвращаться именно к своей сохраненке. В остальном игрушка просто великолепная. Есть статистика по очкам и времени, а также обучалка и интерактивный мануал по интерфейсу. Недавно зарелизилась новая версия классных паззлов со странным названием Bonzo Jigsaw. Это целая библиотека изображений разной тематики, которые нужно собрать. Всего доступно 6 режимов, соответствующих уровням сложности. Контент приложения обновляется ежедневно. Обратная сторона медали – монетизация. Разработчики заблокировали доступ части контента и предоставляют его по подписке. 2 доллара в месяц или 16 в год, что, согласитесь, мягко говоря, дороговато для проекта такого уровня. Да еще есть и встроенная реклама. Сама по себе игра и реализация отличная. Задания встречаются действительно сложные и увлекательные. Но людям, которые не хотят платить, придется играть в условиях неудобств и ограничений. На Android последняя версия еще пока не вышла. Но я оставлю в описании ссылку на первую интерпретацию, которая в 2014 году завоевала звание лучшего приложения года в своем жанре. Кетчап, студия, которая релизит приложение чаще, чем ее видео, выпустила целый сборник одноразовых однопальцевых игр. 8 бесконечных игр, связанных с прыжками, помогут убить 5, 10, ну максимум 15 минут, когда нужно просто расслабиться и отключить мозг, оставив при жизни рефлексы. Рекорды записываются в специальную ячейку. Есть действительно хардкорные варианты. Ну и в общем-то все. Игрушка также займет компанию. Особенно весело смотреть на рекордсменов, проходящих игрушку под шафой. На этом все. Если вам нравится эта рубрика, обязательно поддержите ее лайком. Так я буду знать, что игровая тематика вам интересна и постараюсь почаще выпускать видео такого плана. Плюс обращать внимание на грядущие эксклюзивы. Всем добра.